Привет всем! Это продолжение Magic Mouse Move. Итак, теперь у нас есть предложение, которое отрисовывает очень симпатично линии. Мы хотим, или же я хочу сделать так, чтобы у нас отрисовывались линии по нажатию клавиши, а по отпусканию клавиши у нас перестали отрисовываться линии. Также я хочу менять уже динамически отрисовку линий по дистанции. Как это сделать? Итак, перейдем в наш текстовый файл, в текстовый редактор. Объявим еще переменную var, назовем ее paint. Теперь, в события Mouse Move мы прописываем, если paint, то тогда будет отрисовываться линии. А если не paint, тогда не будет отрисовываться линии. Итак, дальше мы прописываем по отдельности события на наш холст канвас. Mouse Down и Mouse Up. Так, теперь это копируем и меняем на Mouse Up. Здесь у нас будет paint равно правде, здесь paint false. Смотрим, что у нас получилось. Обновляем. Нажимаем кнопочку, рисует. Отпускаем. У нас происходит отрисовка. Отпускаю клавишу и опять начинает рисовать. То есть, при нажатии левой кнопкой мыши у меня начинается отрисовка линии. По отпусканию левой кнопкой мыши у меня отменяется отрисовка. По-моему, очень здорово выглядит. Теперь я хочу настроить, чтобы максимальное значение дистанции у меня варьировалось. Для этого я использую инструмент Range. Input Type Range. От минимального пусть будет 10. Максимальное 300. По умолчанию будет 50. И обязательно ID ставим. Нажимаем также Range. Вот. Теперь по событию Mouse Move у нас значение Max. Будет документ getElementById.Range.Vavio. Не забываем тег перевода строчки. Смотрим, что у нас получается. По умолчанию у нас 50. Вот идёт 50. Увеличиваем. И ещё раз увеличиваем. Так, это мы играемся с маленькими значениями максимальной величины. Мне нравится. Так, может быть поменять нам цвет. Или же оставить. Давайте оставим. Цвет, я думаю, вы сами сможете поменять. На основе этого же принципа также используйте Input Type уже текст. И вбивайте там нужный нам текст. И меняйте, конечно, значение строк-стайл. Хотя давайте попробуем это сделать. Так, если я поставлю РКБА, альфа-канал 1, как будет интересно. Ну да, будет не очень красиво выглядеть. Значит, смотрите, по умолчанию у всех альфа-канал будет 0,2, да? Так, давайте сделаем. Добавим ещё на страницу 3 текстовых поля. Значение красного канала. Зелёного канала. И значение. Синего канала. Смотрим, что получилось. Так, ну конечно же, я ещё пока не буду. Просто номер работоспособности. Так, по умолчанию, зачем будет 0,0,0. Итак, здесь он уходит. Так, я здесь сразу проинициализирую лучше. 2, R будет. Давайте сразу здесь сделаем лучше. Всё то же самое. Смотрим. 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 смотрим ну вот мы видим у нас получается менять цвет меню зеленый желтый красный фиолетовый даже сложится эти фиолетового полноценно вот что у нас получилась такая небольшая раскраска интересно довольно так синий пошел цвет хиппи какой-то отлично на этом модернизация завершена мы можем добавить еще полноценные кнопочки очистки экрана можем нарисовать ластик вот в принципе наш лекция подошла к успешному концу с вами был никита северинов до новых встреч пока